Итак, дорогие друзья, всем огромный долгожданный привет. Сегодня у нас по плану долгожданная презентация. Надеюсь, вы ее ждали долго, так же, как и я. Я ее жду еще дольше, чем вы. Объясню, почему сейчас. Я постараюсь не затягивать. Объясню, почему. Потому что здесь много новичков, которые вообще не в курсе, наверное, что это такое, что такое явление Старс, с чем его едят и так далее. Поэтому максимально информативный вебинар. Итак, перейдем к слайдам. Я надеюсь, всем все видно. Дорогие друзья, сегодня для новичков у нас презентация маркетинга, автоматизированного маркетинга, где можно зарабатывать на пассиве. Что значит на пассиве? Всеми любимое слово пассив. На пассиве это значит минимум, скажем так, движений от самого участника. То есть ничего делать не нужно, чтобы заработать. Максимум, что можно делать, это, конечно же, приглашать. Минимум, что нужно делать, это выполнять условия маркетинга. Условия маркетинга любого, любого маркетинга с активацией, это вовремя делать активацию. Согласны со мной? Я думаю, что да. Итак, трек X. Почему X? Ну, потому что такой маркетинг и такую технологию, маркетинги, похоже, есть. Но такой технологии нет ни в одном маркетинге, ни в одной компании. Ну, насколько мне не изменяет память, мы в матрицах уже с Димой достаточно давно. Но мы ни разу не видели такой фишки. Поэтому назвали мы ее X, то есть засекреченная переменная. Воплощение твоей мечты? Ну, возможно. Воплощение, наверное, больше моей мечты, потому что я хотел сделать маркетинг, в котором будет постоянный интерес участвовать. Проблема всех маркетингов. Давайте будем сейчас разговаривать об этом и поговорим о проблемах маркетинга, чтобы вы понимали, для чего он. Новичку важно понимать сейчас одно, в начале вебинара. Здесь можно с минимальными усилиями добиться максимальных результатов. То есть здесь можно зарабатывать деньги. Цена входа, я думаю, всем уже известна. Чтобы новички сразу такие, нет, это не миллионы вкладывать, абсолютно не про это. 360 СТ. Это 360 рублей. Много это или мало? Ну, у каждого, наверное, свой ответ на этот вопрос. Итак, переходим. Идея программы вообще, как я ее вижу. Идея программы. Вы можете ее почитать, я ее зачитаю вам и потом перейду опять, скажем так, рассказывать своими словами. Мы создали то, о чем другие даже подумать не могли. Может быть, об этом думали, но не создавали. Фактически этого нет. Программу, в которой каждый может принять участие. За основу взята привычная структура полюбившихся маркетингов. Это Стартрек. Это любая живая очередь. Все живые очереди, давайте будем честными, одинаковые. Плюс-минус, плюс-минус. Но в нее добавлены особые технологии, которые прежде нигде не использовались. Живые очереди, как я и сказал, это единые маркетинговые структуры. Это все в прошлом. TrackX запускает новую эру матричного бизнеса. И эта эра открывается для вас, дорогие старсиане. Ну, вот такой интересный текст мы написали. Фактически, фактически, я думаю, сейчас конкуренты, будем называть вещи своими именами, есть ребята, которые создают хорошие компании, есть, которые не очень. Они следят. Мы все друг за другом следим и смотрим, какие ноу-хау кто вводит. Конечно, кто-то копирует нас, где-то мы что-то можем взять на заметку, может быть, использовать это во благо, чтобы улучшить что-то. Ну, я думаю, сейчас все внимание приковано именно к этому вебинару, либо как минимум его посмотрят. Инновации. В чем заключается инновационная технология? Я пока не рассказываю, в чем фишка. Вы же понимаете, что там нет столов. Я об этом говорил. Платформа Старс до сих пор остается флагманом сетевого бизнеса. Это факт. Я думаю, с этим никто не спорит. Мы уже достаточно большое количество времени показываем стабильную, хорошую, качественную работу. Благодаря своему главному подходу создания инновационных систем и технологий. Инновация TrackX заключается в X-маркетинге. Я пока не расскажу, что конкретно там будет. Это в следующем слайде. Так мы нашли решение двух главных вопросов. Вот здесь я бы хотел остановиться. Друзья, два главных вопроса. Вопрос активации. Это самая больная тема всех живых очередей. Просто это огромная проблема. Теперь каждый может достичь любого уровня в маркетинге вне зависимости от времени активации места в системе. Намек, да? То есть, получается, независимо от того, какой уровень вы занимаете в TrackX, точнее не уровень, а место, вы можете в любой момент перейти на следующий. Интересно? Интересно. Вопрос мотивации. Интерес участвовать в программе есть у каждого пользователя. От первого зарегистрированного до последнего. В чем же секрет? Да? Как здесь на слайде написано. В чем же секрет? Я сейчас расскажу. Важная проблема живых очередей – это интерес. Что мы делали в TrackX первом? Мы позволили людям выбирать. Хочет человек – продлевается. Хочет – включает автопродление. Не хочет – не продлевается. Проблема вытекает из позиции. Человек, к примеру, я позвал Диму в Track первый. Дима занял позицию 150 тысячную. Вот он, да, Дима. Соответственно, ему не очень интересно будет продлеваться. Потому что он скажет, блин, мне долго ждать. Даже несмотря на то, что там жирная рефералка, там нет ускорителей, какие-то есть ускорители. Он скажет, слушай, Илья, у меня пропал интерес. Ну, реально, у меня пропал, говорит, интерес. Как бы я его не мотивировал, он мне дает один четкий аргумент. Я очень далеко. Максимум, что я могу сказать – купи планету на бирже поближе. Ну, на этом все. Либо жди. Сколько ждать, никто не знает. Все зависит от количества участников, комет, буста и так далее. Много перемен. Но придется долго ждать. Как мы решили эту проблему, попробовали решить в треке втором. Во втором треке мы сделали принудительную активацию. Мы посоветовались с вами. Вы сказали, вот если бы у всех списывалось, никто бы не пропускал. Потому что есть такие, кто забыл, кто заболел, еще по каким-то причинам. А есть те, кто получают бонусы, на них смотрят, говорят, слушай, да ты получил бонус. Почему ты не продлил планету? Ну, я забыл, я уже вывел. И так далее. Окей. Мы сделали принудительную активацию в треке втором. И это отчасти, только отчасти решило проблему. Но самая главная проблема не решена была. Мотивация. То есть у человека интерес все равно особо не появлялся. Согласны со мной? Я думаю, да. То есть если Дима занял во втором треке 150 тысячное место. Как бы мы его не заставляли. Он говорит, мне неинтересно. Мне не повезло. Ну, вот не повезло. Невезучий, говорит я. Попробую, конечно, еще в каком-нибудь треке. Пойду еще в какую-нибудь очередь. Он понимает механику. Говорит, возьму в другую очередь. Зайду в другой компании. Может быть, там повезет. И он будет прав. Ну, то есть это попытка, это возможность. И он ее будет использовать. Я ничего не смогу ему сказать. Как бы есть факт. Итак, как же сделать так, чтобы интерес у него внутри рождался? Чтобы я не звонил ему и не говорил. И вы не звонили партнеру и не говорили. Слушай, продлевайся, не забудь. А то ай-яй-яй, не будешь двигаться. И, соответственно, общее движение может замедлиться. Как это решить? Итак, встречайте технологию, которую мы будем использовать в дальнейшем в маркетинге FES 2.0. Новичкам это ни о чем не говорит. Но это говорит тем, кто уже есть в старсе. X-маркетинг. Внимание! X-маркетинг – это маркетинговая система, в которой отсутствуют традиционные правила игры. Алгоритм случайного отбора. Случайного отбора. Каждые два часа будет решать сам, кому и на сколько уровней продвинуться в системе. При этом полностью исключен человеческий фактор. Все процессы автоматизированы. Когда и куда перейдет пользователь, не знает даже администратор-разработчик. Факт. Есть одно главное условие. Обеспечить положительный баланс планеты. Если планета имеет отрицательный баланс, то алгоритм ее пропускает. Всего в программе 10 уровней. Как быстро вы пройдете эти уровни, зависит только от вашего настроя, удачи и так далее. А теперь простым русским языком. Есть у нас в системе… Сейчас все переваривают эту информацию. Жалко, я не вижу вас. Представьте, что в систему зашло 30 тысяч планет. Первый уровень. Все они с положительным балансом. И представим, что у нас нет номеров. Просто 30 тысяч планет. Система делит так, как под каждым человеком должно быть 5 человек. Система выбирает 6 тысяч планет каждые 2 часа, допустим. Это при расстановке. Вот 30 тысяч зашло. 6 тысяч рандомных планет. То есть независимо от того, в начале ты стоишь, в конце, система выбирает каждые 2 часа абсолютно случайным образом с этого уровня на этот уровень. Теперь на втором уровне образовалось 6 тысяч планет. Система рандомно на этом же уровне, на втором, начинает выбирать 1200 планет. Почему я говорю 1200? Новички, наверное, немного не поймут. Я это говорю для тех, кто понимает. Это все делится на 5. Потому что любая матрица имеет под собой 5 мест. Ну, не любая, а именно вот у нас в треке. Привычная нам. Мы использовали это как скелет. Так проще для понимания и вам, и нам. Соответственно, на каждом уровне действует рандом. Каждые 2 часа. Понимаете, о чем я говорю? Ну, вот просто представьте, что во втором треке рандомно, не по порядку выбирает система планеты, они переходят на следующий уровень. Возможно ли вы спросите такой вариант, что я зашел на первый уровень и сразу попал на пятый? Да. Да. Вас система выбрала, вы перешли на второй. На втором система выбирает, да, как только все перешли на второй, допустим, вот эти выбранные. И вы попали опять в число счастливчиков. На третьем выбирает, и вы опять попали. На четвертом выбирает, и тоже попали. Возможно такой вариант? Легко. Возможно, что вы дойдете сразу до седьмого? Да. А теперь, переваривая эту информацию, переваривая эту информацию, давайте подумаем, а будет ли актуален данный маркетинг? После старта. То есть, к примеру, представим, что у нас запустилось 30 тысяч планет. Позову ли я Диму или Васю или Петю в данный маркетинг? Конечно. Почему позову? Давайте по порядку. Первое. Он, может быть, через два часа уже перейдет на следующий уровень, а может быть на три уровня. Он, может быть, быстрее меня даже закроет все уровни. Великий рандом. Он принесет клоны в бейс, он принесет мне рефералку. Классно? Классно. Единственное правило Димы, если он даже не хочет никого приглашать или ваш партнер, вовремя продлеваться. Причем принудиловки здесь нет. Ваш чисто мотивационный интерес. Автопродление будет. Обычное продление. Автопродление – это вы сами его включаете. Вы сами руками будете продлеваться. Если вдруг какая-то планета не продлена, система ее не выберет 100%, не будет расти минус, просто на ней ноль. И она не участвует в системном отборе, в случайном отборе, который делает система. Понимаете, о чем я говорю? То есть мы никого не заставляем. Мы предлагаем бизнес-модель, которым абсолютно все равны. И каждые два часа система рандомно выбирает планеты. Если Дима зашел после старта даже, да даже через месяц, возможно, такой вариант, что его выберет система легко. Никто не знает, кого выберет система. Чем больше комет, тем больше планет система выбирает. Соответственно, мы также приняли решение, что должен быть встроенный ускоритель. Может быть, на первых порах многие сказали бы, да может он и не нужен. Первый месяц, может, и не нужен. Но когда проходит месяц, два, три, ускорение дает ощутимый толчок. Скорость не теряется. Вы это заметили по треку 2. Поэтому, исходя из того опыта, который у нас есть, мы приняли решение, что ускорению быть. Также в маркетинге будет явление, как BoostX. И в него также заложены клоны. Я вам сейчас покажу табличку, вы сами все поймете. Итак, для справки, я думаю, все посмотрели, да, что такое планета, что такое кометы и бонусные кометы. Я не буду заострять на этом. Внимание. Активация. Про активацию все просто. Если ты активирован, у тебя положительный баланс, ты участвуешь в рандоме. Только у тебя ноль в следующую волну, когда система выбирает рандомно планету, ты не попадаешь. А теперь вопрос, будешь ли ты продлеваться. Ну, просто задайте вопрос человеку, либо сами себе будете ли вы продлеваться. Я считаю, это риторический вопрос. Человек, который заинтересован в заработке, вы можете ему сказать, слушай, ну ты можешь через 2 часа уже прибыль получить. Можешь через день. Можешь через неделю. Никто не знает. Ты можешь продлиться через неделю. Можешь неделю сидеть с нулем. Ну, возможно, в эту неделю ты бы проскочил 2-3 уровня. Легко. Поэтому сами решайте, стоит ли продлеваться. Я считаю, здесь максимально запечатан интерес. Партнеры заинтересованы в том, чтобы получать прибыль. Вы и ваши партнеры и так далее. Соответственно, если система выбирает рандомно планеты в каждом уровне, то это повышает уровень интереса. Никто никого не заставляет. Вы сами принимаете решение. Я считаю, это идеальная бизнес-модель, где все абсолютно равны и все находятся в равных условиях. А не так, что я зашел первый, Дима зашел десятый, а Вася зашел тысячный. Вася расстроился и ищет уже новый маркетинг. Говорит, я в следующем точно зайду в десятом. Здесь так это не работает. Здесь тридцатитысячный может перейти быстрее. Двадцатитысячный быстрее, чем первый. Неважно какой ты, нет номеров. Просто есть система рандомайзера, которая на каждом уровне, на каждом, заметьте, на каждом, не в начале, на каждом уровне использует систему случайного отбора маркетинга X, то есть технологию X, о которой я вам говорил. Главным преимуществом трека X является неограниченный доступ к программе, о чем я вам и говорил. Благодаря чему расширять команду можно бесконечно. Звать в этот маркетинг можно всегда. Актуальность он не потеряет. Не потеряет. Вы в любой момент можете перейти. Каждые два часа переходы. Все по старой схеме, но с новой технологией. Также касается у любого участника программы, приглашайте в любое время, даже после старта. Все, что я вам сейчас говорил, вы видите на этом слайде. Далее. Главные особенности. Ход и ежемесячная активация. Новички, вам информация. 360 СТ. То есть в месяц тратится 360 СТ. Никто у вас не списывает. Вы сами пополняете свою планету. Можно ли купить 100 планет? Можно. Можно ли купить 10 планет? Можно. Можно купить одну? Можно. Да хоть тысячу. Хоть до старта, хоть после старта. Без разницы. Единственное, я вам расскажу, в чем фишка на участвовать в предстарте. Чуть позже. Привычная структура. Все, кто участвовал в трек первом, трек втором, легко разберутся в этом. Простые условия работы. Потому что автоматизация. Новая фишка X. То есть рандом. В каждом уровне. Что позволяет повышать интерес. Ну, естественно, постоянный интерес дает возможность принимать участие и после старта. Это основное преимущество. Связь маркетингов Starbase и BoostX. И далее смотрим табличку. Можете ее заскринить. Я скиду PDF-ку сразу же, как пройдет вебинар. Сразу же. Выплаты. Пятый уровень. 1000 СТ партнеру. То есть получает человек, чья планета. У человека может быть много планет. Не забывайте этот момент. Новички, информация вам. Представьте, что это лотерея. Чем больше билетиков, тем больше вероятность, что ваш билетик вытащат. То же самое здесь. Система сама вытаскивает. Пятый уровень. 1000. Шестой. 1500. Седьмой. Четыре. Восьмой. Двенадцать. Девятый. Восемьдесят. Десятый. Двести пятьдесят. Куратор. Куратор здесь получает седьмого. Сделали сверхбольшие кураторские. Объясняю. Если сделать большие кураторские, друзья, то бонусных комет будет меньше. Если сделать бонусных комет меньше, то количество планет, которые выбираются системой, будет меньше. Мы можем вообще убрать бонусные кометы, клоны в буст. Да, будет жирнее выплата. Но количество людей, которые получат эту выплату, в два раза меньше. В два. То есть, если система, к примеру, выбирает 200 планет в сутки или 300, теперь она будет выбирать 150 или 100. Если у вас есть тысяча планет в структуре, у личников, вы заинтересованы, чтобы быстрее не получили выплату. Да. А если планет будет переходить меньше, то, естественно, вероятность, что ваши личники закроются, тоже меньше. Поэтому мы решили сделать так, чтобы движение было больше и массивнее, масштабнее. Поэтому с каждого уровня, начиная с пятого, идут бонусные кометы, как во втором треке. Помните, что такое бонусные кометы? Это топливо, которое позволяет двигаться быстрее. Если без бонусных комет, еще раз говорю, то в два раза меньше будет выборка планет. Выборка – это значит, система выбирает, допустим, не 100, а 200 с бонусными. Классно? Классно. Клоны в буст X. Мы их туда уже зашили. Как показывает практика трека второго, это очень нужно. Возможно, не в первый месяц, но во второй, в третий, четвертый и последующие месяцы. Это супердвигатель, который позволяет с активацией в буст X двигать трек быстрее. Но здесь не важно, какая очередь, просто выбираться будет большее количество планет. А давайте теперь разберемся, какие доходы ждут человека при участии в маркетинге X. Первое – само участие в движении планеты. Второе – рефералка. Третье – буст X. Ты можешь и там заработать. Можешь? Можешь. Как показывает практика, люди там зарабатывают. Это долгосрочный маркетинг. То есть берите в расчет год-полтора. Я говорю про буст X. И клоны в старбейс. Один круг дает 163 клона в бейс. На минуточку один клон стоит 1000 СТ. Вот представьте, что у вас, к примеру, есть 10 личников, и у каждого по 7 планет. Ну или там по 10, проще считать, будет 100 планет. Кто-то из них закрыл седьмой уровень, кто-то восьмой, и кто-то даже девятый. В общем, кубе у вас эти 10 личников, которые уже есть в бейсе или их нет, дали вам куратору 100 клонов бейс. Проставьте примерно под себя. Вот посмотрите, сколько вы еще и в бейсе заработаете. Я молчу уже про буст. И плюс реферал. Просто посчитайте. А вот общие цифры. При закрытии всех уровней трек X 348 500 СТ за все уровни. 62 140 СТ кураторский бонус. 1133 клонов буст. Буст X знаете для чего, да? Он будет через месяц примерно плюс-минус после старта трека. 440 475 общее число бонусных комет и 163 клонов в Starbase M1. Итак, друзья, многие сейчас начнут задавать вопросы, я на них отвечу. Главный вопрос это, конечно же, конечно же, когда будет старт, когда будет предстарт и так далее. Сейчас я на них обязательно отвечу, как только закрою слайды. Ранее к программам трек, трек и другие программы. Я думаю, вы понимаете, что симбиоз программ дает возможность бейсу, к примеру, создавать движение. В бейсе создавать движение. Я об этом предупреждал. Все, кто зашел в бейс, можете спокойно рассчитывать на качественные переливы, если вы участвуете в трек X. Я думаю, это понятно. Данный слайд вы посмотрите уже сами в PDF. Я сейчас хочу поговорить непосредственно с вами. Новая эра матричного бизнеса. Слушайте, знаете, почему новая эра матричного бизнеса? Потому что данную технологию, если админы дружат с головой, они будут часто использовать. Вы скоро будете видеть в интернет-пространстве маркетинги, где будут предлагаться на каждом уровне рандом, там еще что-то. То есть вот это слово, рандом, случайно, случайный выбор, создает интерес. Данную технологию будут использовать. Сто процентов. Я бы сто процентов использовал бы, если бы где-то увидел. Почему? Потому что это создает постоянный интерес. Дима не продлевается. Я говорю, так ты мог бы заработать. Ты же не знаешь, в какой вылет ты попадешь. Может быть, ты через два часа уже прошел бы один-два уровня. Ты не можешь со мной на эту тему спорить. Ты можешь только проверить. А проверить как? Ты должен продлиться. Вот и вся технология. Просто да, но этого никто не делал. Итак, я заканчиваю непосредственно демонстрацию экрана, друзья. Нумерации планет не будет. Давайте по порядку отвечать на вопросы. Нумерации планет. Друзья, нумерации планет нет вообще. Это не нужно. Даже если бы это было, какая разница система может выбирать рандомно. Статистика по нумерации не нужна. Нужна статистика по количеству планет, переходящих с одного уровня на другой. Это да. Если вы предложите статистику какую-то другую, мы рассмотрим в ряд. Мы всегда вас слушаем. Но статистику по номеру. Сегодня закрылся десятый номер, завтра 21 542. И какая логика? Значит, наверное, закроется 20 543 или 4? Нет. А может и да. Интересно, а могу я за два часа перейти на восьмой стол? Легко. Объясню как. Система вас выбирает. Допустим, вы на пятом уровне. Вас там 5 тысяч или там 10 тысяч уже планет. Система выбрала, делит на 5, выбирает 2 тысячи планет, которые переходят там на шестой. К примеру, я говорю, это надо считать, друзья. Это надо считать. Выбрала. Вы перешли. Вы попали в 2 тысячи. Вы перешли. Система из 2 тысяч делит еще на 5. Перемешал. С теми, кто уже есть. С теми, кто есть на шестом, вы перемешиваете. Система выбирает рандомно. Вот представьте, что лотошка крутится. Система засовывает руку и берет определенное количество планет. Вот, допустим, делим мы 6 тысяч на 5. У нас получается 1200. 1200 в охапку взяли, вытащили, поставили в седьмой уровень. В седьмом вы с теми, кто там есть, уже перемешался. Допустим, там есть 300 человек. Допустим. 1500 вас. Система делит это все дело на 5 и опять вытаскивает. Вы можете так сразу долететь до последнего уровня. Возможен вариант. Конечно, это, ну как бы, кто-то скажет, маловероятно, а может и да. Кто-то не верил, что можно в треке втором занять место. Качественное. Но у кого-то получилось. Великий рандом. Здесь рандом будет каждые 2 часа. Каждые 2 часа. Главное, чтобы вы видели, на каком уровне планет. Конечно, вы будете видеть на какой. Конечно, вы будете видеть уровень. У вас будет отображаться уровень ваш, ваших партнеров. Вы будете видеть первую линию и так далее. Давайте я теперь расскажу, отвечу на вопрос, в чем фишка участвовать на предстарте. Кто-то мне может сказать, слушай, Илья, так я могу зайти через месяц и проскочить. Можно, да. Но представьте, что на предстарте заходит, вот возьмем трек 2, да. 30 тысяч планет. 30 тысяч планет. Сколько пользователей, не знаю. Каждый берет там 2, 3, может 10 кто-то взял. 30 тысяч планет. И идет рандомная расстановка. Берется 30 тысяч, делится на 5. Получается у нас 6 тысяч. И 6 тысяч случайно вот из 30 тысяч берутся и переставляются на следующий уровень. А 5 на 5 делятся, берутся и переставляются на следующий уровень. И так будет происходить только расстановка. То есть при расстановке, мы посчитали, там уже до 8 почти кто-то долетает. 7, по-моему, двое. Да, на 7. Это при 30 тысячах только на расстановке уже 2 человека на 7 уровне. Это еще без комет. Это только 30 тысяч. Наших планет впереди не будет. Тут не будет админских планет. Этого нет. Это не нужно здесь. В этой технологии это не нужно. Здесь нет столов. Одна корневая будет, с которой все начинается. И все. Больше никаких. И то это не важно. Одна корневая, но выбираются-то все рандомно. Да, это не админская. Это корневая планета, к которой привязываются все. Ну, как в матрице. Но по сути принцип действия матрицы здесь нарушен. Здесь не матричная система. Будет огромный азарт. А давайте теперь следующий. Будет ли ограничение? Нет. Друзья, это абсолютно осознанный маркетинг. То есть мы не хотим кого-то заставлять. Мы не хотим кого-то принуждать. Понимаете? Не хотим. Вот мы даем инструмент, где каждый наравне с другим участником. У всех условия одинаковые. Только у кого-то больше планет, у кого-то меньше. Ну, кто как покупает. И все участвуют в великом рандоме. На каждом уровне. Нет такого, что я на большом уровне. И я, типа, такой там первый пойду. Нет. Ты можешь перейти на седьмой и ждать месяц. А кто-то тебя обгонит. А можешь не ждать. Когда старт? Возможность покупки планет будет в понедельник. 31 числа. И 1 декабря будет старт. Как определить свою планету, если не будет номеров? Ну, у вас планета будет куплена в вашем кабинете. Она будет находиться на третьем уровне. Да, она будет находиться на третьем уровне. И еще на третьем уровне, допустим, есть там 15 тысяч планет. То есть номер не нужен. Мы можем включить номерацию, но это абсолютно никак не влияет ни на что. Зачем он нужен? Ну, то есть просто смотреть, перешла 30-тысячная, а сегодня перешла сотая. А послезавтра 50-тысячная. То есть как бы на что это влияет? Ни на что абсолютно. Ни на что. Закольцовка также будет. Также планета прошла круг и участвует опять в общей куче. На первом уровне переходит по второму и так далее. Все точно так же. Только технология работы абсолютно поменялась. И клоны идут в бейс. Дальше. Смотрите. В понедельник, 31 числа, возможность покупки планет уже будет открыта. Ровно через месяц, 1 декабря, мы начинаем расстановку планет. Рандомную. Как во втором треке. Рандомно все расставятся. Далее. Мы запускаем кометы. И рандомайзер будет каждые 2 часа, как я и сказал, выборочно выбирать. Случайным образом планеты с каждого уровня. Переходить на следующий. Там из них выбирать. И тогда лиги. Каждый день. Каждые 2 часа. Понятно? Понятно. Каждая планета в месяц стоит 360 ст. Для того, чтобы участвовать в этом маркетинге. Нет на балансе денег. То есть на планете на самой. Ничего списываться у вас принудительно не будет. Окей. Просто эту планету система не выберет. Пока вы не пополните баланс. Просто. Просто. Не хотите участвовать. Все. Система вас не уверяет. Вы никак особо сильно не повлияете. Система будет выбирать из того количества планет, которые с плюсом. Все. Это единственное правило. Можно ли зайти после старта? Так вообще легко. Хоть еще 10 тысяч зайдет. У них точно такие же права. Просто они не участвовали в предстарте. Они также могут легко пролететь на самый верх. Понятно? Понятно. Спрашивают. А почему вы не создали новую улучшенную платформу, а не ввели улучшение новой функции Stars? Ну. Как бы. То есть. Есть машина, которая ездит на колесах. И мы создали машину, которая летает. Это самолет. И вы спрашиваете. А почему не сделали из этой машины самолет? Ну. Потому что это две разные. Теперь мы двигаемся быстрее по-другому. Невозможно переделать то, что уже работает. А если планета постоянно будет в пролете? Ну. Вот не будет система ее выбирать. Ну. Такое может быть. Может быть такое? Может быть. А если она не будет в пролете? То есть. Пока не попробуешь, не узнаешь. А если система будет в пролете? Типа. Для чего этот вопрос задается? Можно ли мне не участвовать потом? Не участвуй. Не плати. Ну. То есть. Все. Ты можешь не участвовать. Тебя планета. Тебя система не будет больше выбирать, когда у тебя ноль. Ты посмотрел, что тебя не выбирает? Ну. Окей. Пускай не выбирает. Другой человек. Который точно так же стоит рядом с вами. И вы такие. Не буду продлеваться больше. А другой человек стал продлеваться дальше. Его система выбрала. А он закрыл восьмой. Ну. Так получилось. Или перешел на следующий. Илья. Тебе на это изобретение патент надо оформить. Да нет. На самом деле. Здесь. Не в пессимизме. Проблема. Мы сделали продукт. Инструмент. Который позволяет. Создавать интерес. И спрос на него всегда. Вы решаете. Пользоваться им. Или нет. Мы данную технологию будем использовать еще. Я вам сразу скажу. Фести 2.0. Она будет внедрена тоже туда. Не во всех столах. Но будет. Это во многом решит проблему интереса и мотивации. Если неоплаченная планета вышла на выплату. А выплата пойдет в ускорение. Неоплаченная планета не может выйти на выплату. Потому что она ее не получит. Так как система ее не выберет для перехода. То есть если на планете 0. Все. Ее система пропускает. Она ее не видит. Планеты с нулем. Система не видит. Все. Она их просто не видит. И выбирает из тех. Которые есть. Хотя бы одна коммента. Если у меня списалась сумма, когда выбралась система, а через два часа опять выбралась система, при этом тоже опять списание идет. Каждые два часа идет списание. Если нет, фишка в том, что смотрите, вот на пятом уровне вы есть, вас система выбрала, у вас списалась там одна комета, да? Вас система выбрала, вы можете сразу и до восьмого дойти. Списывается у всех абсолютно. Выбрали вас, не выбрали у всех. То есть вы, по сути, каждая планета платит за участие в рандоме. Попала она в это участие или нет, это уже дело случая. Понимаете, в чем фишка? Есть люди, которые стоят 30-тысячные, они же платят кометами, но они могут и не двигаться какое-то время. Тут все логично и просто. Нужно купить планету и еще оплачивать 360 стей ежемесячно. Совершенно верно. Вместо выплаты от админа можно поменять планеты. Нет, друзья, никаких обменов не будет. Это абсолютно новый маркетинг, абсолютно с новой базой Starbase. Все по-другому. Здесь нет никаких обменов, никаких поблажек, никому делать никто не будет. Никого не будет там где-то спереди, сзади, посередине. Нет, мы даже свои планеты не ставим. Здесь идет случайность. У всех шансы равны. Хотите испытать удачу, попробовать? Милости просим. Если вы считаете, что вам не везет, ну, пока не попробуешь, не узнаешь. Используйте те маркетинги, где вам везет или где вы очень круто включаетесь и не рассчитывайте только на случай. Итак, друзья, у нас уже 43 минуты. 40 минут я вещаю. Я думаю, всем маркетинг понятен. Я вам хочу сказать, что это лучшая живая очередь из всех, что есть на просторах интернета и, наверное, еще появится. Лучшая. Что я хочу подытожить здесь? Участвовать может каждый. Количество планет не ограничено. Переливы есть в BoostX и в Starbase. Плюс есть встроенный ускоритель. Да, мы пошли в пользу скорости. Почему? Потому что мы считаем, что лучше, чтобы получило большое количество людей бонусов, чем один человек много бонусов. Это как бы коллективный маркетинг. И не хочется, чтобы 100 человек платило за одного. Хочется, чтобы 100 человек принимало участие. И если это возможно, максимальное количество людей, пускай это 60-70 человек, получили выплату. Потом остальные, эти платят, остальные получают. То есть это коллективная система. Мы ее сделали равной, чтобы все были равны. Видео по маркетингу обязательно будет. В понедельник откроется предпродажа планет. Сколько будет до 1 декабря планет? Окей. После расстановки возможность покупки всегда будет сохраняться. Он будет и в Lucky Star у нас. Вы сможете покупать сами после старта. Как хотите. Продлевать личнику. Все те фишки и плюшки, которые были в треке 2 по технологиям сервиса, по удобству пользования, они сохраняются. Но сама технология работы в корне другая. Нет никаких столов и матриц. Есть уровень, есть рандомайзер. На каждом уровне есть свой рандомайзер. Все просто. Продлился, участвуешь в рандоме. Не продлился, не говори, что ты где-то не заработал. Ты мог заработать. Но ты посчитал нужным, что тебя как-то не выбирают. Окей. Но ты не узнаешь, если ты не продлился, что через 2 часа могла бы выбрать система тебя. Так что сами решайте. Итак, друзья. На этом мы заканчиваем. Я хочу вам сказать огромное спасибо за ваше терпение, за ваше внимание. Я это очень ценю. Я хочу получить от вас обратную связь. Мы вам сейчас скинем PDF. Завтра Дима проведет голосовой. Где-то в час, да? 13.00. Плюс-минус. 13.00 по Москве. Мы создадим голосовой в Телеграме. В основном чате. Дима ответит на все существующие у вас вопросы. Но я думаю, на самом деле вопросов тут немного. Ну, реально их немного. Те, кто немножко разбирается, вопросов не будет. У новичков возможно. Старт 1 декабря самого трека. Предстарт 31 октября. То есть 1 ноября, по сути. В понедельник. Обязательно ли участвовать в BoostX? И Starbase. Можно зайти только в трек? Конечно, можно. Но вы, если пройдете по уровням, вы все равно получите клонов туда. Как бы все равно получите. Поэтому это коллективный маркетинг. И мы делаем привязку к маркетингам. К примеру, BoostX и ускоритель для того, чтобы все двигались быстрее, а не один человек. Мы делаем коллективный маркетинг на равных условиях. Чтобы у всех были одинаковые шансы. Когда будет FES 2.0, там да, там больше с сетевым уклоном. Здесь абсолютно равные шансы у всех. Всем спасибо за внимание. Всем желаю приятного просмотра и самой презентации, и PDF-ки. Через неделю у нас, примерно через дни 10, появится видео. Предстарт в понедельник. Принимайте решение, сколько планет покупать, участвовать или нет. Я считаю, такую возможность упустить это глупо. Просто глупо упустить возможность, где ты можешь заработать 300, грубо говоря, 50 тысяч СТ. У нас есть люди, которые уже в треке втором столько заработали. Вот представьте, что здесь абсолютно любой человек может заработать столько и дать столько клонов. Может, это ваш партнер, может, это вы сами. Все зависит от рандома и от того количества планет, которые вы купили. Всем спасибо за внимание. И всем пока-пока. Жду вас в чате с обратной связью. Продолжение следует...